Всем привет, друзья! Я сегодня приехала. Приехали сегодня с Никой к дружку. Первый раз. Погода ужасная. Ветер, плюс пять, пасмурно. Я вообще не хотела снимать сегодня видео, если бы не нашла вот это. Посмотрите. Здесь внутри записки. Это волшебная коробочка. Это кто-то делал специально вообще. Красиво. Ну, это явно, блин, делалось для того, чтобы кто-то вот так отшел потом. Мне очень интересно, что там внутри. Очень. К сожалению, туда проникла влага. Но вроде бы буквы нормально сохранились. В принципе, я его так даже не открою. Наверное, я буду снимать уже дома, что там внутри. И вот мы уже дома. Но я не выдержала. И не было у бабушки ни одна. Поэтому нам всем было интересно, что же там написано. Поэтому я открыла там. Посмотрели, что там внутри. Поэтому немножко... Немножко... Есть изменения. Были колечки. Вот видите, они даже заржавели. Ржавчина на бумаге от колечек. Они тоже здесь внутри. И шарик... Шарик не давал открыться. Он был на пробке. Пока я думала, как отсоединить его от пробки. Пробка... Ну, оно с него... С пробки просто вырвалось. Потому что пробка очень сильно раскисшая. Вот смотрите. Она мягкая, напитанная водой. То есть она пропускала воду, конечно, внутрь. Поэтому записочки заржавели. Но текст в полной сохранности. Я хочу сказать, что когда я шла домой... Может быть, вы тоже уже поняли. А может быть, кто-то даже знает, для чего продаются такие бутылочки. Потому что вы же видите, тут даже штрих-код есть. То есть они продаются именно в таком виде. Скорее всего, с инструкцией, как это делать. Ну, короче, очень мило на самом деле. Я подумала, почему свиточка здесь два. И подумала, скорее всего, это какие-то клятвы двух влюбленных. Я немножко расстроилась, потому что подумала, ну, значит, там не будет чего-то интересного. В плане того, что там будет, например, написан город, дата. Или там, вот мой номер телефона, сообщите, где вы нашли эту бутылку. Такого, конечно, не будет. Но, тем не менее, это все равно очень прикольно. Вот такие вот колечки золотые, символизирующие, наверное, и обручальные кольца заодно. Они были вот так, вот эти свиточки, закрыты колечками. Сейчас я вам покажу, что здесь написано. Так, это у нас письмо от мальчика или от мужчины. Ну, мне кажется, что вряд ли прям мужчины будут этим заниматься. Наверное, люди, которым не больше 25. Сейчас, звездочки, я вся в звездочках. У бабушки тоже звездочек пораскидывала кучу. Так, я думаю, что вам все прекрасно видно. Немножко отсвечивает из-за того, что бумага влажная. Ну, читаем. Я люблю тебя, котенок мой. Ты у меня самая красивая, очаровательная. В общем, самая-самая. Оставайся всегда такой. То есть, конечно, мы сразу понимаем, что это писал мужчина. И второе письмо, соответственно, от девочки. Письмо в будущее. Девочка, конечно же, девочка, как и все мы девочки, подошла к этому вопросу более серьёзно. И здесь уже идёт как карта желаний, письмо в будущее. Сделано уже, продумано. У нас всё получилось. Мы счастливы и любимы вместе. Большой дом, в котором бегают детки. И много счастья. Люблю тебя, мой. Я только вот тут не могу понять последнее слово. Может быть, вы поймёте, что здесь написано последнее слово. Не могу понять. Сзади ничего нету. Сзади ничего нету совсем. Зай, может быть, нет. Вроде бы, вроде бы нет. Но если вы поняли, то напишите в комментариях, что там написано. И теперь получается, что я буду хранителем вашей любви, ребятки. Потому что выбрасывать обратно это в реку, наверное, будет странно. Выбрасывать это в мусор, это, наверное, будет подло. Как-то ужасно вообще. Вся магия пропадёт. Всё волшебство пропадёт. Возможно, я просто... А, шарик, вот видите, шарик мы не можем достать. Возможно, лучше просто поставить колечко. Хочу вытрусить в шкафчик. И пусть стоит как память. И как... Не знаю, зачем мне, конечно, такая память. Ну, стоит. Буду оберегать, так скажем, вашу любовь. А, я неправильно скручиваю не в ту сторону. Ну, ладно. Ржавчиной внутрь. Нет, ладно, давайте сделаем правильно. Напишите в комментариях, как думаете, как лучше поступить с этим. Потому что я теперь даже не знаю, как правильнее вообще поступить. С тем, что попало мне в руки. Вот такое вот милашество отправляется обратно. Желаю вам счастья, дорогие влюблённые. Надеюсь, что у вас всё сейчас хорошо. И ваши мечты совместные сбудутся. А пока эта бутылочка постоит у меня... Где-то постоит в шкафу, наверное. Со всякой мелочёвкой. Пока я придумываю, можно ли с этим делать что-то другое. Ну и жду ваших комментариев, друзья. Вот так вот интересно я сходила на пляж сегодня.